Закон об амнистии предусматривает освобождение от уголовной ответственности всех подозреваемых в совершении преступлений во время уличных противостояний. Именно этой информации ожидали сегодня активисты Майдана. Более того, в зависимости от того, подтвердит ли генеральный прокурор обещанную амнистию, они поставили судьбу только что освобожденного здания Киевсовета. В противном случае угрожали повторным захватом. На встречу с генпрокурором отправились два из трех лидеров оппозиции, Арсений Яценюк и Олег Тигныбок. На месте события работает корреспондент подробности недели Михаил Колесников. Михаил Колесников, Миша, добрый вечер. Итак, расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит в центре Киева. Все ли спокойно? Здравствуйте, Андрей. Ну, как видите, перед Киевской горадминистрацией по-прежнему стоят митингующие. Я бы сказал, там человек 100, может быть, 150. Они время от времени скандируют. И перед, собственно, самим входом в администрацию стоит охрана Евромайдана, которая не пускает их пока что туда. Но я бы не сказал, что кто-то пытается ворваться или какие-то предпринять силовые действия. Они, как и все, тут на Майдане ждут решения, ждут окончания переговоров лидеров оппозиции с генпрокурором. Я так понял, информации пока что не поступило о том, что генпрокурор сказал, что закон об амнистии с завтрашнего дня вступает в силу. Ну и время от времени они скандируют. Иногда пускают салюты. Но, в принципе, пока что ведут себя, я бы сказал, мирно. Также нам поступила информация от коллеги из издания «Киевпост», журналиста Кристофера Миллера. Он написал, что ранее несколько милиционеров пытались зайти в издание город-администрации, чтобы уточнить информацию о хищении имущества. И были избиты неизвестными. Неизвестные были одеты в масках. Вот как он написал в своем твиттере. Люди в масках выследили и избили на улице Крещатик троих милиционеров. Ну а на странице издания в Facebook сообщается, что милиционеров били ногами и только после этого позволили им уйти. Но пока что при нас никаких, опять-таки повторюсь, столкновений не было. Мы продолжаем следить за ситуацией в центре столицы. Андрей. Спасибо. Михаил Колесников из центра Киева. Я напомню, что на сайте Генеральной прокуратуры несколько минут назад появилось объявление, что закон об амнистии вступает в силу с 17 февраля 2014 года, то есть завтрашнего дня.